Добрый вечер! В Украине 20.00 в эфире подробности. О главных новостях расскажет наша корреспондентка в студии Наталья Белышева. Банковская тайна. Кто из руководства Нацбанка подозревается в служебных злоупотреблениях? Инт Пашиф. Кто пристроил уволенного за коррупцию главу Николаевской полиции в Одесский университет? 25 тысяч гривен за информацию об атаковавших из гранатомета здания польского консульства в Луцке. Служба безопасности Украины выплатит денежное вознаграждение за достоверные данные, которые помогут раскрыть это преступление. Когда откроются польские дипмиссии в Украине, работа которых была остановлена в день обстрела? Разбирались наши корреспонденты. Со вчерашнего дня до особого распоряжения закрылись все польские консульства в Украине. Дипломатические ведомства не работают второй день. Польская сторона объяснила, это продлится до тех пор, пока не будут найдены и наказаны виновные в нападении. А пока консульства будут принимать только граждан Польши. Польское консульство в Украине откроют тогда, когда МИД Польши узнает, что все условия выполнены и консульство лучше охраняют. Но это не произойдет за пять минут. А отреагируем в нужное время и консульства начнут работу. Украинский МИД продолжает повторять. Эта провокация, инспирированная извне. Как вы знаете, сразу подключились правоохранные органы, которые вживают на разе невыскладные заходы с методой как-то швидкого расследования и распределения этого злочинства. МИД Польши из-за своего боку сразу же обратился к национальной полиции и национальной гвардии с методой поселить охрану дипломатических и консульских установок в Польше на территории Украины. Сегодня возле посольства Польши в Киеве вдвое больше бойцов нацгвардии. Усиленная охрана дипломатического ведомства и в Луцке. Здание, которое вчера подверглось атаке, теперь охраняют круглосуточно. Вместе с нацгвардейцами возле здания польского консульства в Харькове дежурят теперь и наряды полиции. На окнах закрытые жалюзи, на двери объявления. Консульство посетителей не принимает. До особого распоряжения. Светлана Шекера, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер. Президент Украины Петр Порошенко выразил премьеру Венгрии Виктору Орбану свою обеспокоенность относительно заявлений о венгерских автономиях. Политики встретились во время расширенного саммита Европейской народной партии на Мальте. В ответ Орбан подчеркнул, что поддерживает территориальную целостность Украины и приветствует без виз с ЕС. Кроме этого он предложил украинскому президенту узаконить двойное гражданство для венгров Закарпатья. Напомню, ранее в поддержку венгерских автономий за рубежом выступил вице-премьер в Венгрии Желт Шемьен. И там же на саммите Порошенко подчеркнул, что от Евросоюза на счета Украины поступит уже на следующей неделе финансовая помощь. Киев получит 600 миллионов евро. И это уже второй транш макрофинансовой помощи, который одобрила Европейская комиссия. Решение это было принято ранее, но конкретные сроки предоставления средств были неизвестны. С 3 по 7 квитня на рахунки Украины має надійти на решті 600 миллионов евро макрофинансової допомоги. Кроме того, на понеделок призначено заседание правления Международного валютного фонда, де також буде прийнято рішення про надання нам траншу в 1 мільярд доларів. Це значно посилить золотовалютні резерви країни і бюджетну стабільність держави. Вопрос в очередному транше для України в 1 мільярд доларів Международний валютний фонд рассмотрит уже в этот понедельник, 3 апреля. Об этом сообщил министр финансов України Александр Данилюк на своей странице в Фейсбуке. Подтвердили эту информацию и в самом МВФ. В то же время украинский вопрос до сих пор отсутствует в планах работы Совета директоров МВФ, расписанным до 7 апреля. Но спасут ли страну кредиты? По подсчетам ООН, 60% украинцев живут сейчас за чертой бедности. Об этом заявил постоянный представитель программы развития ООН в Украине Нил Уокер. В Украинском институте демографии уточняют, что речь идет о снижении национального дохода из расчета на одного человека. За 25 лет он упал почти на 32%. Это уже не первые отрицательные показатели. По итогам прошлого года Украина опустилась на три позиции в рейтинге ООН, заняв 84-е место среди 188 стран. Что касается Украины, мы говорим о 1,7 миллиона внутренне перемещенных лиц и 2,8 миллиона людей с инвалидностью. И о том, что 60% населения находится за чертой бедности. О причинах обысков в Нацбанке сегодня рассказали в специализированной антикоррупционной прокуратуре. По словам главы этого ведомства, причина это уголовное производство, открытое еще в феврале месяце. И касается оно возможного превышения полномочий руководителями Национального банка. Впрочем, ничего конкретного Назар Холодницкий не сообщил. Ни имен, ни цифр намекнул только, где могли быть допущены эти злоупотребления. Есть крональное проведение, зарегистрировано в детективе антикоррупционного бюро в лютом месяце с приводу возможного заложивания посадовым особам НДУ своим службовым установщим при выполнении тех или иных действий, которые они действовали как посадовые особи Национального банка. Это связано с заложиваниями, в том числе и по вопросам деятельности платного банка, поскольку следствует проверять версию, что до умисленного увеличения ликвидности и занижения кредита тех экономических рисков, которые есть в тех или иных финансовых установках. В том числе и платного банка. Прокомментировал Холодницкий постоянные жалобы одиозного фискала Романа Насирова, который неоднократно сетовал в соцсетях, что о нем антикоррупционеры позабыли и на допрос его не зовут. По словам главы САП, вызывать Насирова ежедневно просто нет смысла. Мы про него помним, но выкликать его каждый день для того, чтобы выкликать, это и недостаточно. Впрочем, сегодня же по делу Насирова задержали одного из его подчиненных, руководителя департамента погашения обязательств фискальной службы Украины. Какова причастность чиновника к махинациям, в которых обвиняют его босса, руководитель САП Холодницкий не сообщил. На все вопросы ответ один. Прокуроры и детективы ведут активную работу. А вот на действия НАБУ жалуется экс-нардеп Николай Мартынинг. Он даже обратился к президенту, парламенту, послам стран Большой Семерки и Европейскому Союзу. В своем письме он обвиняет НАБУ в политическом преследовании и грубом нарушении закона. Мартынинг напомнил, что в 2015 году он добровольно сложил депутатские полномочия и отказался от иммунитета. Но за 15 месяцев в расследовании детективы так и не нашли доказательств его противоправной деятельности. При этом не оставляют намерений, по его мнению, фальсифицировать обвинение в его адрес. Если преследования не прекратятся, бывший депутат намерен обратиться в Европейский суд по правам человека. За весь рік расследования, я всего один раз был на депутат, но пан Ситник и его заступники каждый месяц про меня говорят купу разных дурниц. Расследование продолжается до сегодняшнего дня. Хоть за 15 месяцев оно не показало абсолютно ничего. А в сечение месяца этого года Соловьевский суд фактически обязал НАБУ закрыть дело против меня. Но пан Ситник продолжает неадекватно на меня реагировать и даёт команды своим подлегным фальшировать справу против меня. И раскол в нацагентстве по предупреждению коррупции. Двое членов НАПК потребовали отставки главы этого органа Натальи Корчак. Она уходить отказалась. Целый час члены антикоррупционного органа ссорились в присутствии телекамер. К чему они пришли и нашли ли виновных в сбое работы реестра, узнаем от Ярослава Кречко. Из своего кабинета прямо в конференц-зал Наталья Корчак собирается открыть, казалось бы, обычное заседание агентства. Но двое её коллег идут в наступление. Поддерживает отставку Руслан Радецкий. Александр Скопич против. Но взбунтовавшиеся не отступают. Глава агентства говорит о попытках дискредитации на ПК и успехах подотчетного ей департамента по борьбе с политической коррупцией. Лишь в конце добавляет, в отставку не пойдет. Потому что нагоняй от правительства получила за грехи своего заместителя Радецкого. Непрофессийность этого члена национального агентства как раз приводится до того, что мы так долго принимали порядок проведения переверки деклараций. Кто прав, кто виноват, выясняют больше часа. В итоге Радецкий и Рябошапка наотрез отказываются работать под руководством Корчак. Параллельно в Житомире уже второй раз уйти в отставку председателя на ПК призвал Владимир Гройсман. НАЗК – это независимый орган, который имеет спецстатус. Если бы я её призначал, я бы её уже извольнил вчера. Я не думаю, что она специально это делает. Я думаю, что просто она не готова для того, чтобы руководить таким процессом. И вот, ну, мало бы это просто вызнать людину. А если он не вызнает, ну, по великому рахунку ставит под загрозу саму систему. Сам Реестр сегодня, несмотря на публичное разбирательство в НАПК, работал. Но в связи с его нестабильностью в агентстве декларантам пообещали поблажки. Тем, кто попытался, но не смог отчитаться о доходах до 1 апреля, обещают дать больше времени. Есть у нас люди с объектов декларации, которые заходили в Реестр и нам сделали чернятку, но уже подать не смогли. То есть, они оставили след в Реестре. И мы будем эти логины видеть, что данный субъект заходил и работал. Есть у нас субъекты, которые вообще не смогли на сайт зайти. И вообще следов нет. Поэтому мы будем этот часовый промежок назначать в решении. И данным посадовым особам надавать возможность противостояния подать. Но как будет работать само агентство в формате 2 на 2, пока не совсем понятно. По крайней мере, никаких коллегиальных решений там принимать, очевидно, не смогут. Ярослав Кречко, Сергей Килимник. Подробности. Телеканал Интер. Уравнение для спикера. Так сколько же сейчас депутатов в коалиции? Ответить на этот вопрос Андрей Порубей так и не смог. Он заявляет, цитируя, у него нет полномочий это определять, поэтому точного числа он не знает. Спикер лишь уточнил, что вместе с двумя фракциями БПП и Народным фронтом, а это 222 человека, в большинстве еще 5 внефракционных нардепов. Плюс сам Порубей. Напомню, согласно Конституции, коалицию формируют только фракции. Теплое место для уволенного коррупционера. Одесский университет внутренних дел приютил бывшего начальника Николаевской полиции. Более того, специально для него в учебном заведении создали новую должность. Все подробности этого карьерного роста расскажет Андрей Анастасов. Июнь прошлого года. После громких коррупционных скандалов в Николаевской области, с подачи Петра Порошенко свою должность из-за бездействия в борьбе с преступностью теряет глава областной полиции Виталий Гончаров. Я звертаюся до министра внутренних справ и шефа национальной полиции. Звольнити голову полиции области. Но уже в ноябре Гончаров появляется в Одессе и становится проректором Госуниверситета внутренних дел. На сайте указано обеспечивает взаимодействие с полицией, властью и общественностью. Журналисты, правда, выяснили, эта должность в ВУЗе чудесным образом появилась ровно за два месяца до назначения Гончарова. Мы подозреваем, что эта должность могла быть заранее создана, учреждена специально для него. На запрос журналистов официально ответили. Зарплата бывшего начальника полиции от 20 до 40 тысяч гривен. Работа якобы разъездного характера. Дескать, Гончаров все время в движении. Это означает, что должность фиктивная. То есть он ее занимает, но по факту его найти нигде невозможно. Но зарплата капает. Искать Гончарова отправляемся и мы. Где Виталий Васильевич? Что он делает? Полицейской науке это неизвестно. В данный момент не знаю, где находится. Я некомпетентна закомендовать. Извините. В фойе университета встречаем ректора ВУЗа Ивана Катеринчука. Хотим узнать, какие функции у секретного работника. Но ректор будто воды в рот набрал. Здравствуйте. Можете прокомментировать? Очень. Интересно, что не так давно Иван Катеринчук и сам был главой областной, тогда еще милиции, только Одесской. Вот что по поводу университета говорит бывший милиционер, а ныне общественник Владислав Сердюк. Одесский университет внутренних дел это такая достаточно интересная организация. Как бы сказать, помягче, отстойник для некоторых сотрудников милиции, которые хотели, например, от чего-то спрятаться или пересидеть какие-то смутные времена. Нам удалось дозвониться до Виталия Гончарова. Он говорит, находится на больничном в Николаеве. Интервью, по крайней мере, пока давать не собирается. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности, телеканал Интер, Одесса. К борьбе с незаконной добычей янтаря подключилось правительство. В Кабмине решили сделать этот бизнес публичным и прозрачным. Об этом сегодня заявил в Житомирской области Владимир Гройсман. Он признал, что отсутствие закона позволяет дельцам заниматься нелегальной добычей, а государство при этом теряет миллионы гривен. И сегодня же, в той же Житомирской области, произошли новые столкновения между старателями и правоохранителями. Чем все закончилось, давайте узнаем. Это отремонтированное трехэтажное здание, новое отделение полиции в Сарнах. До сих пор, рассказывают правоохранители, работали в аварийном, без каких-либо условий и туалетом на улице. И вот такой подарок. Открыть отделение приехал лично глава нацполиции. Говорил Сергей Князев не только об успехах. Признал, копателей не победили. Мы не можем сказать, что мы подолали проблему незаконного вывода Бурштину, потому что это не так. И мы с вами понимаем, что сейчас, в 60 километрах отсюда, в Житомирской области, велика кількість копачів має протистояние сегодня с самого ранку с полицией в Житомирщине. Пока глава вручал ключи от новых приосов по одному на каждый район, в соседней области старатели устроили очередной бунт. В глухом лесу собралось несколько сотен. Все на автомобилях. Говорят, на импровизированную акцию протеста приехали за конфликты с поэцами нацгвардии. Блокпост возле месторождения «Корабль» появился еще полтора месяца назад. С тех пор старатели не раз пытались попасть на месторождение. Не получалось. Сегодня решили собрать около 70 машин. И все вместе просто прорваться через кордон. На вопрос, зачем ехали, старатели объясняют. На природу. Все не свято. Кто куда хотел, туда ехал. Каким мужчинам нам, наша доблестна полиция, тут дуже багато підрознів, перекрила нам дорогу. Ми боїмося переслідування. Лично я боюся переслідування. Ця людина-водитель. В результате конфликта одному із водителей нацгвардейцы разбили лобове стекло на його авто. А двоя сотрудників полиції якобы вынуждены были обратиться в больницу. Ирина Романова, Инна Белецкая, Николай Василюк. Подробности телеканал «Интер» Ревнинская область. Уже на будущей неделе канцлер Германии, лидер Франции и президент Украины обсудят по телефону конфликт на Донбассе. Об этом стороны договорились во время саммита на Мальте. В частности, говорить будут об активизации процесса в минском формате. И сегодня же Пётр Порошенко поручил Генштабу и Министерству обороны прекратить огонь в зоне АТО с 1 апреля. Военные заявили, что будут соблюдать режим тишины, предусмотренный очередными минскими договоренностями. Пока же ситуация в зоне АТО обостряется. За сутки боевики 37 раз обстреляли позиции украинских военных. Трое бойцов получили ранения. Что происходит на Луганском направлении, узнаем от Олега Решетника. Район Попасное уже давно в сводках штаба АТО. По информации разведчиков в оккупированном Стаханове, до которого отсюда рукой подать, сосредоточены большие силы противника. Здесь боевики, похоже, не слышали о режиме перемирия. Самое горячее время, рассказывают военные, начинаются после захода солнца. Тогда в ход идет весь арсенал боевиков, включая тяжелую артиллерию. Но и днем огонь не прекращается. Стреляют из села, где живут мирные жители. А днем они, бывает, что спускаются в село. У них там есть свои тропы, по которым они спускаются. И ведут в огонь села по нам. Ну, идут туда в село, знают, что там есть еще мирные люди. А нам туда заборонено открывать огонь, потому что там не все люди выехали. В последнее время, как рассказывают военные, здесь было достаточно тихо, потому что буквально недавно произошла у противника ротация. Сейчас боевики осваивают новые позиции. Но вот этой ночью возобновились массированные обстрелы. Стреляли и с 80-го калибра, и с 120-го. Использовали и СПГ. Бойцы наблюдают за противником круглосуточно. В бинокль засекли подозрительные движения на вражеских позициях. Сейчас за нами вот спостерегают. Один стоит левише от позиции, и другой там стоит. Буквально через несколько минут начался артиллерийский обстрел. Сейчас ведется обстрел наших позиций с АГС-17. Выкористовывают АГСи, СПК. Также мы слышим подстрелы с ДШК. Было пару разрывов с СПГ-9. То, что вы сейчас слышите, идет бой. Буду промышляться в казненчем месте. Сейчас пока не меньше. Штаба поступил с вашей командой. Откидать позиции. Начинается массированный артобстрел. Олег Решетняк, Максим Чеблин и Владимир Малахов из Донецкой области. Подробности телеканал Интер. Обменялись взаимными страхами и поговорили об Украине. В Брюсселе состоялся Совет России-НАТО. Альянс потребовал объяснений относительно ситуации на востоке Украины. А также о российских ракетных установках в Калининградской области. Москва, в свою очередь, обеспокоена натовскими кораблями в Черном море. Все подробности узнаем от Елены Абрамович. Повестка дня всегда начинается с Украины. Так проанонсировал заседание Совета России-НАТО представитель Госдепартамента США. На брифинг уже после окончания заседания генсекретарь НАТО Йенс Толтенберг опоздал на целый час. Объяснил, разговор был длинным, откровенным и конструктивным. Начал из ситуации на Донбассе. Нарушения перемирия на востоке Украины достигли рекордного уровня. Продолжаются ожесточенные бои и до сих пор не было отведено тяжелое вооружение. Ранее ОБСЕ заявляли, что запрещенное вооружение используется почти каждые две минуты. Россию попросили объяснить, почему она признала документы псевдореспублик на востоке Украины. Еще один вопрос – размещение ракетных комплексов «Искандер» в Калининградской области. Последние несколько лет Москва периодически их туда доставляла, якобы для проведения учений. Последний раз в октябре прошлого года. В Госдепе США назвали это подрывом безопасности в Европе, а беспокоились и в Германии. Если бы ракеты «Искандер-М» были размещены в Калининградской области на постоянной основе, это дало бы нам повод для большой тревоги и стало бы откатом назад в процессе обеспечения европейской безопасности. Дальность действия ракет «Искандер» до 700 километров. Управлять ими можно на всем протяжении полета, поэтому перехватить сложно. Соседи Калининградской области обеспокоены. В январе пожаловалось Дания, что ракеты из Калининграда могут достичь Копенгагена. Впрочем, они могут достать и до территорий Балтийских стран, а также Финляндии, Швеции, Польши и даже до столицы Германии. Россия на все замечания отвечала, что таким образом реагирует на размещение кораблей НАТО в Черном море. Правда, Альянс прислал суда намного позже, чем Москва и «Искандеры» в феврале этого года. Сегодня стороны, которые после аннексии Крыма встречаются гораздо реже, объяснились друг перед другом. Российская сторона рассказала о трех новых батальонах в западном регионе России, и мы, НАТО, рассказали о четырех новых батальонах. Все это показывает нашу прозрачность и предсказуемость. Но возвращаться к военному сотрудничеству с Россией НАТО не собирается, заметил Генсек. Его приостановили еще в 2014-м. После этого поддерживают лишь политический диалог. Тем временем, завтра тут, в штаб-квартире НАТО, состоится встреча более высокого уровня. Соберутся главы МИД стран-членов Альянса. Впервые участие возьмет также и новый госсекретарь США Рекс Тилерсон. Пригласили и министра иностранных дел Украины Павла Климкина. Он примет участие в встрече комиссии Украина-НАТО. Елена Абрамович, Евгений Каминский из Брюсселя, Европейское бюро телеканала Интер. Битва за урожай. 513 миллионов долларов заплатила Украина российским предприятиям в последние три года за минеральное удобрение. Большую часть денег получила компания «Новомосковский азот», принадлежавшая Еврохиму, владельцем которой является российский олигарх Андрей Мельниченко. И лишь в декабре прошлого года Межведомственная комиссия по международной торговле, чтобы защитить украинских производителей, ввела антидемпинговые пошлины на импорт удобрений из России. Но и это решение через два месяца приостановили. По мнению экспертов, украинский рынок удобрений практически полностью монополизирован российскими предприятиями. Вы смотрите подробности, и вот что у нас во второй части. Проблема выбора. Почему закрывается единственная психиатрическая клиника в Днепре? Новый антирекорд Трампа. Почему американцы предпочитают Дональду Миланию? В Киеве стреляли в директора Укрспирта. Вчера вечером в Днепровском районе два человека в балаклавах избили мужчину битой, произвели выстрел, а после этого скрылись на иномарке. На место приехала следственно-оперативная группа Днепровского управления полиции. Правоохранители нашли три резиновые пули. Пострадавшего скорая доставила в больницу с огнестрельным ранением спины и множественными ссадинами на теле. Сейчас он находится в больнице, и врачи утверждают, что угрозы его жизни нет. Вчера вечером в Днепровском районе столицы. Вчера вечером, близко 22.30. Человек разом с сыном автомобилем Volkswagen подъехал до дома. Выйшел из транспортного средства. И в этот момент двоя неведомых из неподалеку припаркованного БМВ человеков в масках. Підбегли до него, начали его бить битами. Сейчас полиция начала криминальное проведение за частью 4 ст. 296 КК Украины. Это хулиганство. Проводятся все необходимые оперативно-розшуковые заходы для установления людей, которые совершили это правопорушение. Обыски в Бердянском порту. Сегодня около 10 часов утра. С ревизией сюда пожаловали полицейские в балаклавах из оружия. Они заблокировали вход в здание управления. Видео на своей странице в Фейсбуке выложил один из сотрудников. Следователи вошли в кабинет начальника порта. Два бойца спецподразделения СКИФ охраняли это помещение. Как объяснили представители полиции, собравшимся к приемным сотрудникам, проводятся следственные действия по уголовному делу. Речь якобы идет об экономических и правовых отношениях порта с компанией Аскет Шиппинг, которая фигурирует в коррупционном скандале. В результате следователи изъяли документы и предприятие продолжило свою работу в обычном режиме. Днепр-Авиа это одно из самых крупнейших отечественных авиаперевозчиков. Один из самых крупнейших отечественных авиаперевозчиков будет национализирован. Хозяйственный суд по иску Днепропетровской областной прокуратуры принял решение списать 95% акций этой авиакомпании в пользу государства. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил генеральный прокурор. Цитирую, Борис Филатов, кажется, сэкономил, иронизирует Юрий Луценко, не придется строить новый аэропорт. Напомню, ГПУ сейчас расследует, законно ли была приватизирована эта авиакомпания в 2009 году, когда фонд госимущества продал ее на 500 тысяч дороже стартовой цены за 59 миллионов гривен группе «Приват». А в Черновцах набирает обороты скандал вокруг городского управления образования. Не так давно замначальника этого управления поймали на крупной взятке, его отправили в СИЗО. Но вот местные депутаты убеждены, что работал он не в одиночку. И чтобы выяснить это, даже созвали внеочередную сессию. Чем все закончилось, узнаем от Ольги Поломарюк. Коррупционера от образования поймали на взятке в 230 тысяч гривен. Но он вымогал их у местного предпринимателя за помощь в выигрыше тендера на ремонт в школах. Сегодня дошла очередь до его начальника, главы управления образования. Допрашивали на внеочередной сессии горсовета. Каждый хабарник, который берет деньги, берет деньги у детей. Чтобы он знал, что такие же будут на все города и на всю страну. Он будет такой голос. Нет надежды ни начальника управления, он не руководит этим. Чиновников обвиняют в создании коррупционных схем и регулярное сотрудничество с недобросовестными строительными компаниями. Суть коррупции в том, что выполняются работы, вернее, что они не выполняются, а за них оплачиваются деньги. В соответствии, в 2016 году по ДНЗ номер 22, ДНЗ номер 38, ДНЗ номер 4 подписаны акты выполненных работ управлением области. Работы не выполнены до сегодняшнего времени. От самого начальника депутаты требуют отчитаться о работе управления и прокомментировать ситуацию с задержанием зама. Знали вы или не знали, что он может порушить законодательство в сфере отримания хабаря? Ну, если вы знали, то возникает вопрос, что вы были в доле. Если вы не знали, то я снова повторю, вашу ответственность займания и посадки. Но Сергей Мартынюк уверяет о том, что его зам не честна руку, ни слухом, ни духом. Я засуджу факт отримания хабара, если он будет доведен полностью. Это непрепустимо. Это обставина, кидая тень на все. Но депутаты в такую наивность не верят, требуют уволить чиновника. За проголосовали 30 человек. Тем не менее, остранить от работы Сергея Мартынюка может только мэр. А тот против. Писать заявление об увольнении или нет, дело самого Мартынюка. Но вот интересная деталь. Депутаты выяснили, замначальника того самого, что поймали на взятке, выпустили под залог 80 тысяч гривен. И не исключено, он будет претендовать на восстановление в должности. Ольга Поломарюк, Игорь Рига. Подробности телеканал Интер. Черновцы. С обысками сотрудники генпрокуратуры и СБУ пришли сегодня и в фискальную службу Ривненской области. Побывали в кабинете замначальника управления. Правда, какого непонятно, поскольку их всего пять. Самого начальника областного ведомства на рабочем месте не было. Как сообщили в приемной, Дмитрий Зайцев находится на больничном. Не оказалось и его первого зама. Известно, что следственные действия проводились в связи с уголовным делом, открытым ГПУ в сентябре минувшего года. Тогда следователи уже проводили обыски. Зайцева подозревали во взяточничестве. Якобы он систематически брал деньги за возврат НДС. Но за полгода о подозрении начальника управления так и не объявили. И от исполнения обязанностей так и не отстранили. Разрешить работать мелким газовым заправкам требовали сегодня под зданием Киевской мэрии митингующие. Люди жаловались на то, что столичные чиновники, несмотря на наличие всех разрешительных документов, за последнюю неделю демонтировали около сотни таких ГЗС в городе. И без работы остались сотни людей. За этими действиями, уверяют участники этой акции, стоит желание больших автозаправочных сетей вытеснить с рынка мелких предпринимателей, чтобы потом повысить цены на газ. Мы должны официально платить податки, создавать рабочие места для людей и чтобы нам не заважали этому. С сегодняшнего дня цены на пельне взросли практически на 5-7%. Я хочу оголосить, что это змова крупных компаний, которые имеют мережи на территории нашей страны, нацелена на то, чтобы в черговый порядок подвищать цены на пельне. Львовские отходы нашли очередное нелегальное место жительства. На этот раз они обосновались недалеко от столицы. А что же сам Львов? Избавился ли, наконец, от отходов? Или зловонные кучи продолжают нервировать местных жителей? Разбиралась Галина Якушко. Вывоз мусора из Львова бойкотируют два перевозчика. Причем оба подконтрольны мэру города Андрею Судовому. Такое заявление сделал губернатор Львовской области Олег Синютко. Только две компании не могут или не хотят вывозить сегодня сметки. Это коммунальное предприятие, которым управляет местная влада. И это компания, которую провела местная влада в последний момент. И эта компания за дивным сбегом обставин перемогает на всех остальных конкурсах. И буквально на следующий день после столь громкого заявления губернатор провел встречу с мэром. Олег Синютко побежал помочь Вову вывезти отходы. Дал слово управиться за несколько дней. Свои претензии до перевозчиков я уже высловил. Я сподіваюся, что после вчерашней встречи с местным головой станом на сегодняшний вечер будет завершено вывезение твердых побутовых отходов с территории города Львова. Мы решили проверить, действительно ли две компании, которые заявил губернатор, начали вывозить отходы. Это одна из центральных улиц города. Баки действительно чисты. А это уже Сыховский район. Здесь тоже почти все вывезли. Может там где-то и есть, но у нас никогда. У нас супер вывозят. В основном вывозят. Большинство случаев. Тут я не вижу, что было где-то засмечено, сильно иммуновационный мусорник. Местные активисты уверяют, что проблемы с мусором в городе создают не перевозчики, а именно мэр Андрей Садовый. Это проблема, которая не только есть какие-то удары на жалюсть, как Андрей Иванович все любит. Это проблема в том, что у нас есть полностью ним завалена господарка. Ничего именно проблемы в этих двух фирмах я не вижу. Это просто проблема всей политики Андрея Ивановича Садового. А пока губернатор пытается помочь городу наладить полноценную работу коммунального сектора, львовский мусор продолжает колесить по стране. На днях около семи фур вывалили горы отходов под Киевом в Абуховском районе. Найденные улики, чеки и тетрадки четко указывают на происхождение львов. Теперь Абуховские районы и власти ищут деньги на утилизацию нелегальной свалки. Верина Икошко, Юрий Голубенко. Подробности телеканал Интерлев. В Днепре закрывают единственную в Украине психиатрическую больницу со строгим наблюдением. Такое решение приняла исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун. Почему вопрос решают таким кардинальным способом и есть ли альтернатива этой лечебнице, разбиралась Елена Миндалюк. Психиатрическая больница со строгим наблюдением. Единственная в Украине. Здесь лечатся те, кто совершил тяжкие преступления. Сын Светланы, то с 2013 года. После убийства ему поставили диагноз шизофрения и направили в Днепр. За это время его состояние не улучшилось, а с каждым днем становится все хуже. Нет ни реабилитации, ни психотерапии нету, ни трудотерапии. Столько времени находиться. Занесли вирусный гепатит. Сейчас в больнице около 700 пациентов. Большинство страдают шизофренией, эпилепсией, олигофренией. Лечение в основном медикаментозное, но и на него денег не хватает. Недостаточно денег выдаются на питание, на лечение. Лекарства врачи должны там планировать. Какого-то есть, какого-то нет. А европейские требования, они требуют, чтобы у больных был теннисный курт, чтобы было футбольное поле, ну и все остальное. У положения дел в больнице в Минздраве знают. Во всяком случае, на своей странице в Фейсбуке, исполняющая обязанности Ульяна Супрун назвала заведение наказанием для пациентов и приняла кардинальное решение его закрыть. Медики на это отвечают. Лучше бы чиновники увеличили финансирование. За 10 лет денег на ремонт вообще не выделялось. В нашей больнице мы пользуемся аппаратурой достаточно, ну не сказать древней, но достаточно возрастной. А ту аппаратуру, которую мы приобретаем, современную, мы благодаря спонсорам, благодаря благодинным каким-то организациям. После закрытия всех больных хотят отправить в психиатрические лечебницы по месту жительства. Но там условия ничем не лучше. Холодные спальни, грязное белье, практически нет мебели. Пациенты в палатах под замком. Из досуга прогулки на огражденном пятачке и телевизор. Один на всех. Это Дмитриевский психонерологический интернат в Кировоградской области. Фото выложила обузмен после ревизии. Областные чиновники уверяют, во всем виноват директор и его подчиненные. Это была разговора и с директором будинка интерната. Потому что после того, как я смотрел на эти фотографии, где подопечные в неохайном выгляде, и в тот же час, когда на складе в интернатном закладе лежат новые носки, новые курточки, то мне не понимало, почему подопечные их не отримали до этого часа. Мы отправили официальный запрос в Минздрав с просьбой прокомментировать ситуацию. В пресс-службе ответ один. Над вашим обращением работают. Елена Медлюк, Елена Брынза, Евгений Коденцов, Владимир Кувакин. Подробности телеканал Интер. Теракт в Багдаде. Не менее 17 человек погибли и 60 получили ранения. Смертник атаковал контрольно-пропускной пункт на юге иракской столицы. Он подорвался в начиненном взрывчаткой грузовике. Среди раненых и погибших много полицейских. Пока ни одна из террористических группировок ответственность на себя не взяла. Однако в нападении подозревают боевиков исламского государства, с которыми идет сейчас борьба за город Масул. Турция завершила очередную операцию против боевиков ИГИЛ в Сирии. Об этом заявил премьер-министр Турции на заседании Совета национальной безопасности этой страны. Операцию «Щит Ефрата» начали в августе 2016 года в северных приграничных районах Сирии, чтобы оттеснить курдов и боевиков ИГИЛ от южной границы Турции и предотвратить атаки. Турецкие власти считают эту операцию успешной. Один против всех и все против одного в такой ситуации оказалась Великобритания, после того, как официально объявила о выходе из Европейского Союза. В чем обвиняют Терезу Мэй ее еще вчерашние союзники? Оксана Кундеренко подробнее из Лондона. Не успели выйти из состава ЕС. Едва успели уведомить о своем намерении, как вся Европа ополчилась против Великобритании. На шести страницах вот этого письма Терезы Мэй и Дональду Туску нашли. Шантаж, угроза безопасности, отказ платить по счетам и еще много чего, что можно прочесть между строк. Премьеру лично пришлось оправдываться на страницах газеты в телеинтервью. Ее обвинили в отказе совместно бороться с терроризмом, если она не получит выгодного торгового соглашения. Решили, что Британия не будет платить взносы в Евроказну и займется банальным вымогательством. Мы не будем откупаться, чтобы выйти из ЕС. Мы и так выйдем. Наши граждане в первую очередь требовали сократить колоссальные отчисления в бюджет Евросоюза. Думаю, придется поработать для того, чтобы получить соглашение о всеобъемлющей зоне свободной торговли. И мы будем торговать с Европой без дополнительных таможенных тарифов. В британском парламенте сегодня представили большой законопроект об аннулировании. По сути, о переходе от европейского законодательства, судебной системы и чиновников к собственным. Мы очень хотим легкого и безболезненного Брекзита. Новый закон должен нести ясность для бизнеса, работников и потребителей в Соединенном Королевстве. На Мальте тем временем собрались многие европейские лидеры. Ангела Меркель вчера не скрывала недовольства относительно Брекзита, а сегодня и вовсе показательно ни слова о нем не произнесла, в отличие от брюссельских чиновников. Как ни странно, Брекзит имеет и положительные стороны. Мы, 27 стран Евросоюза, стали более едиными и целеустремленными, чем раньше. И мы остаемся такими в преддверии сложных переговоров. Хочу сказать, что Брекзит это не конец Европейского Союза. Мы должны воспринимать его как новое начало, которое сделает нас сильнее. Во Франции президент Таланда отметил, что выходить из ЕС Британии будет больно. И лишь евроскептики вроде Липен нахваливали смелый шаг Лондона. Политика политикой, но показательнее всего отреагировал бизнес. Страховой и финансовый гигант Ллойд перенес штаб-квартиру из Лондона в Брюссель. И уже сейчас, не дожидаясь итогов Брекзита, переводит сотрудников в континентальную Европу. Похоже, без болезни на развод не пройдет. Оксана Кундеренко и Валентин Берич. Подробности Британское бюро телеканала Интер. У Трампа новый антирекорд. Только 35% американцев поддерживают политику президента страны. Об этом говорят данные телефонного опроса американской службы Гэллоп. С начала месяца рейтинг у Дональда Трампа падал несколько раз. И теперь почти 60% не согласны с действиями лидера США. Тем временем рейтинги его супруги, Мелани и Трамп, наоборот растут. Одобрительно они отзываются более половины опрошенных американцев. Из-за чего нервничает Дональд Трамп? Чье письмо ушло с молотка за 100 тысяч фунтов? И где теперь законно можно употреблять марихуану? Но об этом и не только в нашем обзоре. Нервный президент. Интернет-пользователи поставили диагноз Дональду Трампу. В сети набирает популярность ролик, в котором глава Белого дома во время разных встреч неустанно двигает предметы на столе. Комментаторы предположили, что у Трампа абиссивно-компульсивное расстройство. Страдающим этим недугом свойственны навязчивые действия, которыми они несознательно пытаются отогнать мешающие или пугающие их мысли. Письмо на 100 тысяч фунтов. В Лондоне с молотка ушла записка Жаклин Кеннеди, в которой она отказала ухажеру. Свататься к бывшей первой леди решил ее друг Дэвид Ормс Бегор. Через 4 года после трагической гибели Джона Кеннеди. В то время ходило много слухов о новом романе Жаклин. Вместе с Гором она путешествовала по Камбодже. Позже он сделал вдове Кеннеди предложение. Записку с отказом Гор хранил до конца своих дней. В Аргентине легализировали марихуану. Парламент страны одобрил использование каннабиса для лечения для тяжелобольных людей. При этом выращивать самостоятельно медицинскую марихуану даже для терапевтических целей запрещено. Это исключительно право государства. Закон еще должен подписать президент. Именно его политическое объединение инициировало нововведение. Кожа крокодила уже не в моде. Итальянский дизайнер Антонио Вьетри создал первые в мире туфли из золота. Для изготовления мужской пары он использовал 230 граммов благородного металла без каких-либо примесей. При этом золото не украшение, а основной материал. Кроме того, для создания драгоценной обуви дизайнер использовал замшу и атлас. Стоимость туфель 25 тысяч долларов. Рекордное количество Эйнштейнов на квадратный метр. Школьники в Торонто установили мировой рекорд. Собрали в одном помещении 404 двойника знаменитого ученого. Участники флешмоба пришли в белых париках и с седыми усами. Эта акция открыла интернет-конкурс «Следующий Эйнштейн», где выберут автора самой удачной идеей о том, как сделать мир лучше. Художник на яйцах. Французский акционист Абрахам Пуаншеваль ради искусства решил стать курицей. 44-летний артист высиживает яйца в Парижском музее. Говорит, хочет понять, что чувствует птица, когда высиживает цыплят. По его подсчетам, пернатое потомство появится через 3-4 недели. В прошлом месяце Пуаншеваль провел неделю внутри 12-тонного камня. В Киеве открылась выставка, приуроченная к столетию со дня рождения народного художника Украины Валентины Цветковой. Цветущие магнолии, японская айва, миндаль, сирени – все это на фоне ялтинских пейзажей. Цветкова часто писала на балконе своей мастерской, откуда открывался вид на горы и море. Красота крымской природы оказала сильное влияние на ее творчество. Она много путешествовала, участвовала в международных выставках. Во Франции работы художницы признали одним из лучших в мире. Сейчас эти картины представлены в галерее Нью-Арт. И продлится эта выставка до 26 апреля. Ее творчество, но для того, чтобы показать красоту. Каждая работа, ну, это, наверное, ее неразмышление. Знаете, у многих художников это размышление, да? Это неразмышление, это просто, ну, какой-то маленький такой, знаете, может, не гимн, но маленькая песенка красоте. Ну, вот я думаю, что это такая выставка песенок. Мы тут собрались с нескольких коллекционеров. Тут больше 40 работ. Она оставила очень светлую память. Я ездил, поздравлял ее на 90-летие в Ялту. К сожалению, сейчас туда не езжу. Я ее очень люблю, как и Крым. На этом наш выпуск завершен. Завтра в пятницу о главных новостях в этой студии вам расскажет мой коллега Алексей Лихман. И он же проведет политическое ток-шоу «Черное зеркало». Успешного вам окончания недели. И до встречи в понедельник. Редактор субтитров А.Семкин